так просочились просочились хорошо здравствуйте друзья мы продолжаем лекцию по прагматизму то есть теперь мы перемещаемся в 20 век то есть до этого у нас были джеймс перс дьюи и некоторые их современники соответственно ой я кое-что забыл сделал кое-что важное забыл сделать секундочку друзья секундочку я же не смогу определить когда мне освобождаться когда доби будет свободен не смогу определить это нехорошо секунду так главное не убить ничего я ничего не убил друзья все хорошо все хорошо лекция лекция действует работает все прагматизм двадцатом веке друзья прагматизм буквально в двадцатом веке и мы перемещаемся уже к более-менее нетривиальным автором потому что ну до этого мы буквально просто ну блин так получилось что прошлая лекция стала крайне банальной лекцией по прагматизму просто потому что ну я сразу планировал двойную лекцию на два часа получилось что мне придется записать две разных лекции ладно первый автор который мы будем размирать это сидни хук философ который связал прагматизмом прагматизм с марксизмом и политической философией его работы фокусировались на демократии политической теории и образования основные работы герой в истории отчуждение и привязанность диалектический материализм сидни хука хук в молодости был приверженцем марксистской философии и его работы в это время были сосредоточены на диалектическом материализме он пытался показать как марксистская философия опираясь на материалистическую диалектику может быть применена для анализа исторического развития и социальной динамики в своих ранних работах он защищал идею что социальные изменения и развитие обусловлены экономическими факторами и классовой борьбой критика догматического марксизма однако хук критиковал догматизм марксизм и отказывался принимать его как абсолютную истину он считал что марксизм должен адаптироваться к изменяющимся условиям и контекстом что подразумевает гибкость мышления отказ от жесткости идеологических схем прагматизм у хука более поздний период жизни хук обратился к философии прагматизма особенно к идеям джона дьюи с которыми он был тесно связан с которым он был тесно связан прагматизм хука заключается в том что истина это не абстрактное и неизменное понятие а результат практического действия и взаимодействия с реальностью для хука философия должна была служить руководством к действию помогать людям решать реальные социальные и политические проблемы социальная ответственность и демократия большое внимание в своей философии хук уделял вопросам демократии и социальной ответственности он считал что демократия является наилучшей формой социальной организации поскольку она представляет предоставляет возможности для критического мышления и участия граждан в политическом процессе он выступал против тоталитаризма как правового так и левого утверждая что критическое мышление и свобода слова являются основополагающими для прогрессивного общества критический рационализм хук был сторонником критического подхода в философии и научном мышлении он подчеркивал возможность сомнения критики и проверки гипотез в любом интеллектуальной деятельности в этом смысле его философии пересекается с идеями карла поппера с которым он разделял идею фальсифицируемости научных теорий роль человека в истории одной из ключевых тем хука была роль личности в истории он отвергал крайний детерминизм присущий ортодоксальному марксизму и настаивал на том что индивиды могут играть значительную роль в изменении исторического процесса по его мнению хотя социальные и экономические структуры важны решения и действия людей также оказывают влияние на ход истории заключение философия сидни хука представляет собой гибрид прагматизма и марксизма адаптированного к реалиям 20 века он стремился связать социальные теории с практическими задачами и проблемами с которыми сталкиваются общество и подчеркивал важность свободы демократии критического мышления чарльз морис ученик мида который развивал семиотику с прагматической точки зрения исследуя роль знаков и символов коммуникации его учение базировалась на соединении идеи логического позитивизма и прагматизма морис стремился развить универсальную теорию знаков которая могла бы быть применима к различным дисциплинам таким как лингвистика социология психология и философия основные идеи мориса можно отнести к низким ключевым аспектом три аспекта знаков своей теории знака морис разделяет знаковые процессы на три компонента синтактика это отношение между знаками без учета их смысла здесь важно то как знаки структурируются и комбинируются между собой семантика это отношение между знаком и объектом который он обозначает семантика означает изучает как знаки передают смысл прагматика это отношение между знаком и пользователем то есть исследование того как знаки используются в реальной жизни как они влияют на поведение знак как центральный элемент коммуникации морис рассматривал знак как основной элемент всех форм человеческой коммуникации он утверждал что любой процесс общения можно анализировать через призму знаков их использования прикладной характер семиотики морис считал что семиотика имеет практическую ценность поскольку может быть применена к различным наукам в том числе к психологии лингвистики этики и даже политики его подход был междисциплинарным и он стремился создать всеобъемлющую науку о знаках которая могла бы объяснить многие человеческие и социальные явления влияние прагматизма морис развивал идеи чарльза пирса и джона дьюи представители американского прагматизма он разделял мнение о том что знание и истина должны оцениваться через через их практическое применение прагматизм также повлиял на его понимание того как люди используют знаки в повседневной жизни адаптируя к своим нуждам и контекстам эстетика и этика в рамках семиотики морис также исследовал как знаки используются в искусстве и морали он утверждал что искусство эта форма знакового поведения которая служит для передачи эмоционального или эстетического опыта а а моральные суждения можно понимать через их прагматическое применение таким образом философия чарльза мориса а фокусировалась на понимании знаковых систем и их влияние на собственно человеческое поведение и социальные процессы вот следующий важный мыслитель это кларенс ирвинг льюис логики философ известны за свою работу над модальной логикой и теории знания с прагматической позиции основные работы mind and the world order наиболее известен как основоположник прагматической эпистемологии и один из ведущих логиков 20 века льюис внес вклад в несколько философских областей включая логику теорию значения эпистемологию философию морали основные идеи и учения кларенса ирвинга льюиса прагматическая эпистемология льюис разработал теорию знания основывающиеся на прагматизме в своей главной работе mind and the world order он утверждал что знание носит концептуальный характер и люди познают мир через категории которые они сами создают то есть восприятие реальности не абсолютно объективно а интерпретируется через призму наших понятий и категорий он считал что знание это результат взаимодействия между нашими концептуальными схемами и опытом причем концепты можно модифицировать зависимости от полезности концептуальные схемы и значения льюис выдвинул идею о том что значение выражение и понятий зависит от их применения в контексте опыта согласно его теория знание не является чисто эмпирическим оно включает интерпретации которые мы накладываем на восприятие он называл это концептуальной прагматикой которая утверждает что наши понятия и теории зависит от нашего прагматического интереса в понимании контроля мира аналитическое и синтетическое знание льюис разграничивал два типа знаний аналитическое которые логическое необходимое истинное априори и синтетическое основанное на опыте и эмпирическом эмпирически проверяемые при этом он подчеркивал что даже аналитические истины основываются на выборочных категориях которые могут быть пересмотрены в будущем если окажутся непригодными для практического использования модальная логика и условные утверждения льюис также сыграл важную роль в разработке модальной логики в своих исследованиях он ввел и развил понятия строго о модальных операторов таких как необходимости возможность частности он был одним из первых кто исследовал различие между различными типами условных утверждений заложив основу для дальнейших разработок в теории модальности этика и моральная философия в этике льюис придерживался того что моральные принципы должны основываться на рациональных основаниях и служить человеческому благополучию он полагал что нравственные принципы можно рационально выбирать на основе их прагматической пользы для общества и личности влияние и значения льюис оказал огромное влияние на последующие поколения философов особенно в области логики и эпистемологии его работы продолжают цитироваться в дискуссиях по модальной логике и философии знания ральф бартон перри философ и ученик уильяма джеймса который занимался вопросами этики и политической философии он также создал биографию джеймса соответственно основные аспекты философии ральфа бартона перри теория ценностей перри 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 причем перри уделяло большое внимание исследованию природы ценности их происхождение и роли в жизни человека он придерживался натуралистической точки зрения считая что ценности возникают в конкретных из конкретных факторов жизни и опыта в своей книге general theory of value он утверждал что ценности основаны на интересах и предпочтениях индивидов а именно на через понимание этих интересов можно выявить природу и функции ценностей прагматизм перри был связан с традицией американского прагматизма наряду с такими философами как уильям джеймс и джон дьюи в этом контексте он придерживался идеи что истина и знания должны оцениваться через их практическую применимость и полезность для людей однако он также был склонен к более систематической и научной интерпретации этих идей акцентируя внимание на реальных последствиях человеческой деятельности и их связи с ценностями влияние на этику в своей этической теории перри стремился связать этические суждения с человеческими интересами и потребностями он утверждал что моральные суждения должны быть основаны на объективных интересах людей что делает его подход более натуралистическим и реалистичным в сравнении с другими этическими теориями того времени ну это уже оценочное какое-то понятие такое себе влияние на философию религии перри также внес вклад философию религии особенно в анализ религиозных ценностей и их роли в жизни общества он рассматривал религию как важную часть человеческого опыта хотя и подходил к ней с точки зрения ее прагматической и ценностной значимости влияние и наследие перри оказал значительное влияние на развитие прагматизма и философии ценностей в америке его работы способствовали усилению интереса к вопросам этики и ценностей философском дискурсе двадцатого века таким образом ральф бартон перри в своих работах стремился связать философские рассуждения о ценностях с реальными аспектами человеческой жизни что делало его идеи актуальными в различных сферах от таких от этики до религии так мы закончили с условно этим прагматизмом такого так скажем условно двадцатого века сейчас мы будем переходить к неопрагматизм а вообще в принципе вообще в принципе если подводить такой прото-протой ток про то и ток неплохо неплохо до хорошие на его логизма такой вот про про то и ток да мы подведем сейчас огромное количество разных авторов испытали влияние прагматизма вообще в принципе понятное дело что основные авторы прагматики это прежде всего пирс это прежде всего джеймс это прежде всего дьюи да это вот фундамент база основа остальные занимались более частными какими-то вещами либо просто испытывали влияние прагматизма и развивали его иногда просто испытывали влияние иногда к прагматизму примешивали какие-то элементы марксизма еще чего-нибудь в общем в общем да прагматизм оказал огромное влияние прежде всего на аналитическую философию это важно да то есть вот как-то вот как-то вот здесь вот так вот следует это обособить и сейчас мы перейдем к теме уже такого соответственно неопрагматизма 20 и 21 век и мы начинаем с интересного мыслителя ричард рорти на самом деле да вот его у нас на лекциях еще вроде бы не было если я не ошибаюсь я попробую восполнить недостаток рорти просто и просто действительно так получилось что мы его все все вас все возможными способами избегали как только могли причем не специально не специально но так получалось что он и не сюда не подходит и сюда не подходит и туда не подходит и здесь и про него не рассказать и тут про него не рассказать в рассказе в общем про аналитическую философию про него рассказать было довольно трудно ну потому что что был список более значимых персонажей, так скажем, более специфических для аналитической философии. В других каких-то контекстах тоже о нём мне не представлялась возможность рассказать. И сейчас, наконец-то, появилась возможность, друзья, вот, рождите. Один из самых влиятельных философов неопрагматизма, который критиковал традиционные представления о философии и предлагал новый подход, основанный на прагматизме. Он сочетал прагматизм с постмодернизмом и аналитической философией. Основные работы. Философия и зеркало природы. Случайность, ирония и солидарность. Вот они, две работы. Две работы основные. Основные идеи Рорти. Прагматизм как философская традиция. Рорти считал, что прагматизм должен быть основой для философии. Он вдохновлялся такими фигурами, как Дьюи и Джеймс. Он стремился освободить философию от традиционных метафизических и эпистемологических проблем. Отказ от концепции объективной истины. В отличие от традиционных философских подходов, Рорти утверждал, что истина не является чем-то, что можно обнаружить, а скорее результатом социальных процессов. Он полагал, что наши представления об истине должны основываться на полезности в контексте, а не на объективных критериях. Концепция желательных сообществ. Рорти призывал к созданию общества, основанного на эмпатии и солидарности, где граждане могли бы обмениваться идеями и подходами к решению проблем. Литература и философия. Рорти утверждал, что литература может играть важную роль в философии, так как она помогает нам понимать разнообразие человеческих опытов и представляет новые перспективы. Отказ от высокой философии. Рорти критиковал идею высокой философии, стремился сделать философию более доступной и практичной. Рорти выступал как активный поборник релятивистских принципов прагматизма, направленных против сиентизма, аналитической философии с одной стороны, сиентизма аналитической философии, причем именно, с одной стороны и метафизики с другой. Здесь я согласен, что в принципе в аналитической философии в целом, но если она сама целиком и не является сиентической, там есть какие-то антисиентические подводки, течения, такие вот тонкости иногда, в общей массе она сиентична. Начиная с Рассел, Рассел тот еще сиентист на самом деле, очень радикальный сиентист по факту, и одновременно с этим огромное количество аналитических философов, они прям сиентичны, и это видно по статистике. Большинство философов по статистике, по вопросам сознания, они же физикалисты, я же правильно понимаю, я же правильно помню статистику, правильно. Уже это как бы нас заставляет признать, что ну сиентисты, причем не все не физикалисты не являются сиентистами, то есть давайте так, все физикалисты автоматически сиентисты, ну да, наверное оно так и есть. Наверное, оно так и есть. Ну физикалист, по вопросам философии сознания, ну автоматический сайентист. Но не все не физикалисты не являются сайентистами, так что там еще энное количество процентов надо будет прибавить. И вот вам аналитическая философия, состоящая на 80-90% из сайентистов, которой можно градуировать по степени радикальности. Так вот, аналитической философии с одной стороны и метафизики с другой. В широком плане его критика направлена против признания за философию статуса фундаментальной и законодательной дисциплины, будто бы обладающей привилегированным доступом к реальности. С точки зрения, ну а с другой стороны, какой дисциплиной является философия? Ну она вообще не говорит, ну много разных философий, с очень разными подходами, с очень разными учениями, с очень разными какими-то базами. Ну, типа, капитан очевидность, прошу прощения за комментарий. Ну вот. С точки зрения Рорти, философия не может претендовать на ведущую роль в современной культуре, так как ее инструментарий не более совершенным и удобен для образовательных целей, чем аппарат других жанров культуры, таких как поэзия или литературная критика. Внутри самой философии предметом рортианской критики является эпистемологическая традиция, которая ведет от Платона через Декарта и Канта к современной аналитической школе. Согласно Рорти, эта традиция состоит в стремлении найти обоснование нашего знания или наших верований в каких-то незыблемых принципах и началах, вроде идей Платона, априорных категорий рассудка Канта, независимых объектов у реалистов в аналитической философии, чувственных данных у логических позитивистов, ну и свойств нашего языка у многих других аналитических философов. Рорти видит свою задачу в том, чтобы радикальным образом деконструировать и преодолеть это традиционное, восходящее к Декарту и Локу представление о философии как дисциплине, обеспечивающей точную репрезентацию бытия, зеркале природы, mirror of nature, объективного мира. Отвергая корреспондентную теорию истины как реалистическую догму, Рорти предлагает заменить эту изжившую себя эпистемологическую доктрину постпозитивистской концепции когерентности как соответствия утверждения принципам и требованиям то ли иной языковой игры, действующей в том или ином конкретном историческом обществе индивидов. Социум, понимаемый прежде всего как языковое сообщество, американский философ считает возможным рассматривать в качестве единственного обоснования человеческих знаний, нормы стандартов мышления, поведения. Это понятие во взглядах Рорти отождествилось с понятием существования в кавычках объективного мира, точнее исключило, сделало ненужным последнее. Философ, ученый, скобочках поэт, не в состоянии абстрагироваться от социальной среды, в которую он погружен. Идеальная, внеисторическая точка зрения Бога, которая могла бы гарантировать объективность исследования, остается для человека в принципе недостижимой. Познание, утверждает Рорти, возможно лишь с позиции ангажированного субъекта, вовлеченного в определенный социокультурный контекст. Оно всегда ситуативно ограничено, конкретно исторически обусловлено. В 1981 году в статье «Философия в Америке сегодня» Рорти набросал общий портрет состояния философии в США, согласно которому американская философия должна двигаться от аналитической к постаналитической традиции. Главное, что, по мнению Рорти, характеризует современную эпоху, это крах фундаментализма. «Провал верификационистской стратегии неопозитивистов не был частной неудачей одной из частных теорий, он свидетельствовал о невозможности обоснования знания вообще, о том, что Платонова-Декарта-Кантовская традиция руководствовалась мифом, верила в истину с большой буквы». Вот, ошибка, 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 ошибка. И текст, разбернем немного, давайте обратимся к тексту «Философия и зеркало природы». Появление текста «Философия и зеркала природы» ознаменовало радикальный поворот в творчестве Рорти. Рорти предстал в этой книге как критик самой идеи теории познания и как следствие самой философии, рассматриваемой как отличной от других частей культуры и науки профессиональной исследования, которая в основе своей имеет эпистемологические вопросы. Рорти, больше чем кто-либо другой, сделала для распространения ныне широко известного лозунга о смерти эпистемологии. Таким образом, развился посмодернистский вариант прагматизма радикальной секьюрализации философии, то есть освобождение ее от любых транскультурных подпорок. «Философия и зеркало природы» представляет попытку дать обзор развития философии в последнее время с точки зрения антикартезианской и антикантианской революции. Революция, которая была инициирована проницателями поисками Куайна, Селларса и Витгенштейна. Произведенная Рорти деконструкция центральной части философии и теории познания обязывает всех интересующихся философий прочитать эту книгу. Ну и давайте коротко, случайность, ирония и солидарность, а потом я выскажу уже свою позицию. Эта книга основана на двух сериях лекций, на трех лекциях, прочитанных в University College в Лондоне в феврале 1986 года. Стремление объединить публичное и приватное находится в основе, как попытки Платона ответить на вопрос, почему выгодно быть справедливым. Так и христианского убеждения, что совершенство самореализации может быть достигнуто в служении другим. Подобные метафизические или теологические попытки объединить стремление к совершенству с чувством общности требуют от нас познания общечеловеческой природы. Они требуют от нас веры в то, что самым важным для каждого из нас является то общее, что мы разделяем с другими. Что источники частного самоосуществления и человеческой солидарности одни и те же. В книге делаются попытки показать, что получится, если мы отбросим требования. Теории, которые объединяет публичное и приватное, удовлетворимся рассмотрением требований самосозидания и человеческой солидарности как равноценных, но тем не менее никогда не соизмеримых. В этой книге делается набросок одного персонажа, которого я назвал либеральным ироником. Так вот, Рорти действительно делает довольно смелые шаги. Во-первых, выступление против Платона, Аристотеля, Декарта и Канта. Это сила, это мощь. Это реально мощь в каком смысле. Понятное дело, что Джеймс делает приблизительно то же самое. Прагматизм в каком-то смысле крайне смелый проект. Крайне смелый проект. Предельно смелый проект, конечно же. И в Рорти эта смелость, она как бы акцентуируется максимально. Рорти буквально является олицетворением этого самого бунта против Канта, против Платона и против Декарта. Причем, на мой взгляд, довольно справедливого бунта. Бунта, который в непосредственно континентальной философии ведется почти все 20-е столетие. Преодолеть философы 20-го века, ну, именно в континентальной традиции, они занимаются преодолением либо Платона, либо Канта, либо Декарта. Это очень важно. Тот же Хайдеггер, который занимается прежде всего преодолением Декарта и его субъекта объектной дихотомии. Потому что субъект есть объект. На самом деле, объект есть субъект. Они очень близки, понимаете, все слито. То есть, нету никакого отдельно взятого субъекта, вне объекта. Все это как бы вот оно, все оно как бы более-менее смешано. Субъект объектная дихотомия Декарта подвергается большому сомнению. Также, в принципе, и с Кантианством возникают большие проблемы, которые в итоге вытекают в спекулятивный реализм. Но спекулятивный реализм тоже не берется из ниоткуда по факту. То есть, философия 20 века, философия 20 века, она критикует Декарта, критикует Платона, континентальная причем, да, критикует Платона с его истинностными какими-то вот этими интенциями. Особенно постмодернизм Платона просто отрицает, понятное дело, вообще без шансов на реабилитацию. Все эти гипернарративы, они уходят в небытие и так далее, так далее, так далее, так далее, да. И мы как бы сталкиваемся с таким тотальным преодолением огромного количества аспектов философии Канта, Декарта и Платона. Аналитическая традиция, если ее можно считать традицией, ну, мы можем взять всю совокупность аналитических авторов, проанализировать их, посмотреть их на них, что они делают в общей массе. Многие из них себя буквально возводят к тому или иному известному философу. Это Аристотель, это Платон, это Кант, это Декарт или Юм. Юм тоже здесь присутствует очень часто, да. Причем, они не то чтобы очень часто выдумывают что-то новое. Есть, конечно, отдельные аналитические американские и английские философы, которые, так скажем, очень многое переосмысляют, очень многое переделывают и, соответственно, смотрятся крайне свежими. Но Рорти, Рорти видится мне одним из самых ярких среди них, по крайней мере, среди американских философов. Как раз за счет своего такого радикального прагматизма, за счет того, что он прямо пишет многие такие вот вещи, за счет своего такого, выходит, релятивизма, что ли, с этими зеркалами и так далее, так далее, так далее, так далее. То есть, Рорти смотрится очень выдающимся, интересным, сильным философом, который также параллельно развивает свой герменевтический проект. Что тоже нормальная, интересная дополнительная информация, на самом деле, да? Просто по той причине, что я сам занимаюсь герменевтикой, с Рорти сталкивался тоже периодически. И все это довольно интересно. Но он это делает через призму прагматизма. Мое отношение к прагматизму мы обсудим в конце данной лекции, чтобы не занимать вас, чтобы не докучать вам своими собственными идеями по этому поводу. Такой задачи лекции не носят. Ну давайте теперь вернемся к следующему мыслителю, это Хилари Паттнам. Аналитический философ, который развил прагматизм в контексте эпистемологии и философии науки, особенно через свои работы по концепции истины. Основные идеи Паттнама. Критика редукционизма. Паттнам выступал против редукционистских подходов в науке, утверждая, что сложные системы нельзя просто свести к их составным частям. Это делает его точку зрения более открытой до контекстуального и прагматического подхода. Функционализм. В философии разума Паттнам предложил концепцию функционализма, которая рассматривает ментальные состояния как функциональные состояния, определяемые их ролью в системе. Это согласуется с прагматизмом, который акцентуирует внимание на значение использования идей. Теория значения. Паттнам. Также известный своими взглядами на значение истину. Он поднимал вопросы о том, как контекст влияет на значение высказываний и как истина может быть понята в прагматистском ключе. Его знаменитая гипотеза о всех мирах подчеркивает, что значение может зависеть от внешних факторов. Этика и политика. Паттнам исследовал этические и политические вопросы, включая роль практических обстоятельств в формировании моральных убеждений. Он подчеркивал важность диалога и понимания в этических дискуссиях. Это является ключевым аспектом прагматического подхода. Связь Паттнама с прагматизмом. Сейчас давайте еще ее проясним. Паттнам был спосторонником прагматистской традиции, которую основали такие философы, как Чарльз Пирс, Джеймс и Дьюи. В отличие от классического прагматизма, Паттнам предлагает более комплексное и критическое понимание прагматизма, которое включает инструментализм. То есть Паттнам утверждает, что идеи и теории следует оценивать по их практической полезности и способности решать проблемы. Что является основополагающим принципом прагматизма? Отношение к истине. Он предлагает взгляд на истину как на то, что является практически полезным, что перекликается с прагматистскими идеями о том, что значения и истины не являются статичными и зависят от контекста и практического использования. Этические и политические аспекты Паттнам акцентируют внимание на значение практики и контекста в этике, что согласуется с прагматистским подходом к моральным вопросам. Таким образом, Паттнам представляет собой мост между классическим прагматизмом и современными философскими проблемами, представляя новое понимание прагматистских идей и их применение в разных областях философии. Ричард Шустерман. Философ, который развивал идею самоэстетики. Дисциплины, соединяющие эстетические и телесные аспекты опыта. Он интерпретирует прагматизм с фокусом на телесный опыт. Основные работы. Практика, философия и эстетика. Сомоэстетика и искусство жизни. Основные идеи Шустермана и их связь с прагматизмом. Прагматизм и его наследие. Шустерман продолжает традицию американского прагматизма, основанную такими мыслителями, как Пирс, Джеймс и Дьюи. Прагматизм акцентирует внимание на практическом значении идеи и их применимости в реальной жизни. Философия тела. В своих работах Шустерман подчеркивает важность тела с философией и сознания. Он считает, что понимание нашего тела и его восприятия является ключом к более полному пониманию человеческого опыта. Это также перекликается с прагматическим акцентом на действии и опыте, как источники знания. Эстетика и повседневность. Шустерман развивает концепцию эстетики повседневной жизни, где он рассматривает искусство и эстетическое переживание не только как высокие формы творчества, но и как часть повседневного опыта. Это соответствует прагматистскому взгляду на то, что знание и истина формулируются в процессе взаимодействия с миром. Практическая философия. Его подход к философии можно считать практическим, поскольку он ориентирован на решение реальных проблем и улучшение качества жизни. Шустерман утверждает, что философия должна быть полезной и применимой, что также является центральной идеей прагматизма. Философия как практика. Шустерман видит философию не как абстрактную дисциплину, а как практику, которая может обогащать жизнь. Это понимание философии как активного участия в жизни и опыта создает мост между теоретическими размышлениями и практическими действиями, что является важным аспектом прагматизма. Таким образом, философия Ричарда Шустермана тесно связана с прагматизмом, предлагая практические и телесные подходы к пониманию человеческого опыта и, собственно, знания. Нормально. Дальше. Джозеф Марголес. Философ, который развивал идеи релятивизма и когнитивного прагматизма, критикуя как абсолютные, так и скептические позиции в эпистемологии. Джозеф Марголес в своих работах, в частности, личности сознания. Философ обосновывает концепцию эмерджентистского материализма, сторонники которого выступают против идеализма и религиозного мировоззрения. При этом он подвергает критике научный материализм, доказывая ошибочность его физикалистских и редукционных принципов. Сторонники научного материализма полагают, что человек представляет собой некий физический объект, ничем не отличающийся от остальной природы. Все духовное рассматривается научными, материалистическими, как подкласс физического. Все духовное рассматривается научными материалистами, как подкласс физического. Марголес видит в этой модели значительное упрощение человеческой психики. По его мнению, она не учитывает роли особенностей и значения культуры. Личность не может рассматриваться вне культуры. Одна из важнейших идей автора состоит в том, что теория личности есть сжатое выражение теории культуры. Именно поэтому, естественно, научный подход к представлению человека лишен смысла. Суть выдвигаемого Марголесом эмержентистского материализма заключается в том, что духовные явления и явления культуры должны определяться как эмержентные свойства высокоразвитых материальных систем. Они обозначаются как эмержентные в связи с тем, что являются результатом развития сложных материальных систем, сформированных в целостное образование. Марголес выступает за единство науки, в частности в сближении различных философских школ. По его мнению, это сближение должно опираться на следующие новые тенденции развития философии. Сближение философских традиций англоязычных стран, аналитической философии, философии опыта, с традициями континентальной европейской философии, герменевтика, философии разума. Сближение философии и методологии естественных и социально-гуманитарных наук. Сближение философии и методологии науки с историей науки. Акцент на исследование проблематики инновации развития научных открытий. С точки зрения Марголиса, любая философская теория является неполной, если не объясняет природу психики и личности, и таким образом не оказывает влияния на развитие исторических и поведенческих дисциплин эстетика. Марголис избирает некий средний путь между идеалистической и редукционистской теориями искусства. Он отвергает как дуализм, так и редукционистский материализм, позиционируя себя как сторонника научного нередуктивного материализма. Марголис выделяет в своей философии так называемые культурные сущности, которые являются частью мержантных сущностей. К ним относятся личности и продукты их деятельности, произведения искусства, машины, социальные организации и т.д. Они обладают общей особой антологией, вне зависимости от того, есть у них психические качества или нет. Произведения искусства, по мнению Марголиса, это культурные эмерджентные сущности. Картина, хоть и воплощается в физическом объекте, не идентична этому объекту, поскольку обладает свойствами отличными от тех, которые приписываются физическому объекту. Описывая физический объект, мы не можем употреблять взаимоисключающие характеристики. Он не может быть одновременно квадратным и не квадратным. Однако это касается самого произведения искусства. То здесь допустимы различные интерпретации, поскольку произведение искусства не тождественно физическому объекту. Четкого различия между тем, что изображено на картине, и тем, какая интерпретация ей приписывается, может и не быть. Но это верно, далеко не для всех случаев. Данная позиция Марголиса связана с тем, что будучи релятивистом, он тем не менее выступает против радикального субъективизма. Все интерпретации должны исходить из критериев критического правдоподобия, правильно описывать произведение и соответствовать традиционной критике. Последний философ, насколько я помню, Сьюзен Хэк. Родилась в 1945 году. Философ, известная за своей работой в области эпистемологии и философии науки. Она предложила инкоррекционистский подход, который сочетает элементы классического прагматизма и современной аналитической философии. Сьюзен Хэк развивает инкоррекционистский подход, который инкоррентистский подход, который относится к философии языка и метафизики. Этот подход в основном сосредоточен на понимании значения и того, как это значение может варьироваться в зависимости от контекста. Вот основные элементы инкоррентистского подхода, изложенного Хэк. Знание и контекст. Хэк утверждает, что значение высказывания, значение и контекст, точнее, все, я уже читать не могу на самом деле. Четыре часа лекции это перебор на самом деле, но ладно. Хэк утверждает, что значение высказывания не является фиксированным и зависит от контекста, в котором оно используется. Что подчеркивает важность обстоятельств, в которых происходит коммуникация и того, как различные контексты могут влиять на интерпретацию. Проблема предикатов. Хэк уделяет внимание проблеме предикатов и тому, как они относятся к объектам в мире. Она исследует, как предикаты могут изменять свое значение в зависимости от контекста, что затрагивает более глубокие вопросы о том, как мы понимаем и используем язык, отказ от редукционизма. В инкориентистском подходе Хэк противостоит редукционистским взглядам, которые пытаются свести сложные языковые явления к более простым элементам. Она настаивает на том, что значение должно пониматься как нечто более сложное и многослойное. Сопряженность значения и истинности. Хэк исследует, как значение высказывания связано с его истинностью. Она рассматривает, как истины и утверждения могут зависеть от контекста, и как это связано с вопросами о знании и понимании. Инкориентистский подход Хэк оказывает значительное влияние на философские дискуссии о языке и метафизике, предлагая новые взгляды на то, как мы понимаем и используем язык для описания реальности. Все-таки вот последний, Корнелл Вест. Корнелл Вест все же последний. А, нет. А, нет. Ну, типа. Корнелл Вест – американский философ и социальный критик, который соединяет прагматизм с вопросами расы, политики и религии. Его работы основаны на наследии Джона Дьюи и критическом прагматизме. Основные работы «Пророческий прагматизм. Гонка имеет значение. Прагматизм за пределами США». Теперь давайте. Робин Джеймс Коллинз – австралийский философ, который использует прагматические методы для решения проблем в философии науки и метафизике. Кристоф Менке – немецкий философ, который работает на стыке прагматизма и критической теории, рассматривая вопросы о социальной справедливости. Другие значимые фигуры связаны с прагматистской традицией. Ну, например, Уилфрид Селларс. Несмотря на то, что его философские позиции не всегда соотносятся с классическим прагматизмом, Селларс оказал значительное влияние на современный прагматизм, особенно через его теорию познания. Нельсон Гудман – американский философ, который работал над проблемами эстетики и философии науки, часто использовал прагматистские подходы. Так, теперь мои выводы. Основная проблема прагматизма, на мой взгляд… Все, теперь исключительно мое мнение. Вы дослушали лекционный материал, лекции больше не будет. Теперь буквально мое мнение на 20 минут, полчаса сейчас будет Душилова от Александра Шадова. Ну, вы, короче, понимаете. Во-первых, прагматизм строится на переопределении понятия истины. Я являюсь радикальным противником восприятия истины через разные теории. О, теории истины. Мне не нравятся теории истины. Есть классическое определение истины, которое соответствует теории соответствия, понятное дело. Классическое определение истины. Классическое определение истины гласит, да, что, собственно, истина – это соответствие наших представлений реальности. Проще говоря, самая простая формулировка. Аналитическая формулировка через соответствие наших высказываний реальности, мне кажется, категорически бредовой, потому что вообще, в принципе, надо сначала решить проблему о том, а как наши высказывания вообще могут соответствовать реальности. Наши представления вроде бы могут, но, по крайней мере, наши представления могут соответствовать феноменам хоть в каком-то смысле. И здесь мы можем добыть соответствие некое, да, то есть, опять же, может быть посредством рассуждений, логики и всего остального, но, что самое главное, мы должны именно сформировать представление, да, то есть, классическое определение, оно про представление прежде всего. То есть, у нас в голове такая картинка реальности, которая может даже словами быть не подкреплена, которая этой реальности соответствует, соответствует, да. Такое понимание, мне кажется, оно считается классическим. Ну, как мне кажется, оно буквально считается классическим. Именно такое представление об истине, именно такое представление об истине доминирует в головах большинства людей. Именно такое представление об истине находится в головах большинства философов. Именно такое представление об истине находится в головах большинства сайентистов, ученых, объективистов, вот этих вот, да. Именно такое представление об истине, свойственно подавляющему большинству сторонников разных религий. Почему мы должны избрать здесь мнение большинства? Потому что истина это не какая-то теория, это определение. Вот важно, это не теория, это определение. Почему это не теория? Потому что у этой теории нет объекта, который можно было бы назвать истинным. Более того, теория, которая определяет истинность, понятие истинности, уже звучит как какой-то кринж. Да, опять же, кажется, что понятие истины должно быть аксиоматически заложено в нашу систему, в координаты. И не должно быть никакой теории истины. Просто потому, что мы войдем в цикл обоснования вечного, бесконечного, да, где просто цикл истины обосновывает истину. Истина в истине, в истине, в истине и так далее до бесконечности, будет сама себя обосновывать. Это не очень хорошо в данном случае будет. Что еще? Что еще? Так вот, определение истины мы задаем аксиоматически. Да, вы скажете, но стоп. Если это аксиома, то мы можем поменять ее на другую аксиому, потому что доказать ее нельзя. С одной стороны, в каком-то смысле, почему бы и нет. С другой стороны, как раз ввиду того, что мы задаем понятие истины, так или иначе, на базовом уровне. Вот мы как философы говорим, это соответствие, это непротиворечие, это практика, да, истина, это практика. Не важно, не важно, что мы здесь говорим. Важно в данном случае именно то, что мы усложняем себе жизнь, понимание и так далее, и так далее, и так далее. Когда мы разговариваем с каким-то человеком об истине, о знании, о познании. То есть, в голове у человека, который, собственно, не считает бредовым разделение на четыре теории истины, то есть, он должен подразумевать, что его собеседник может говорить в контексте любой из четырех, пяти, десяти, двадцати, тридцати, шестидесяти, семидесяти миллиона этих теорий. Их умножать можно до бесконечности, если захочешь. То есть, это просто усложняет наш дискурс дико. При том, что, опять же, когда мы говорим об истинности с большинством людей, большинство людей понимают истину и познание, и знание, вот именно через теорию соответствия. Зачем платить больше? Прагматизм начинает с этой колоссальной, на мой взгляд, ошибки языковой. То есть, он начинает искать альтернативную теорию истины. Нет, чтобы как Ницше сказать, да нету никакой вашей истины. Нету, истины нету. Все, забейте. Я считаю, что истины нет. Истины достичь нельзя. Все, тема закрыта. И все. Вот есть теория соответствия. Я не согласен с теорией соответствия. То есть, мы не можем достичь таких представлений, чтобы они соответствовали реальности. Все. Истины нет. Я не могу ее достичь. Вместо такого простого подхода люди в аналитической философии выдумывают новые определения. Это, на мой взгляд, катастрофа. Это, на мой взгляд, катастрофа. Катастрофа в понимании, катастрофа в дискурсе. Это очень сильно усложняет наши дискуссии, беседы и так далее, и так далее, и так далее. И принять это деление я, в принципе, не могу. А прагматизм на этом строится. Понимаете, да? Почему я не могу принять это деление, оставаясь при этом скептиком? Потому что оно, мне кажется, просто странным. Просто странным. Окей, раньше мы понимали и под истинное соответствие реальности. А теперь в рамках прагматизма мы понимаем под ней нечто совершенно другое. Просто абсолютно другое. А почему я не могу сказать, что истина – это моя трость. Истина – это мой белый пиджак. Истина – это мой галстук. Могу? Вот вам тоже альтернатива. Да, вы их не придерживаетесь. Ну, не знаю, плевать. Давайте я сейчас людей позову. Мы вот учение галстукизма и тростизма создадим. Троцкизма, тростизма и пиджакизма, соответственно, создадим. И вот у нас новые учения философии образуются. Причем я не против… Вот смотрите, в первом своем аргументе я не против того, что практика важна, и на нее можно ориентироваться. Это неплохо, это интересно, это классно. Первая проблема прагматизма, главная заключается в том, что он делает первый свой ход крайне сомнительный. Как говорил Аристотель, маленькая ошибка в начале может привести к большой ошибке в конце. Вот это оно как раз. Мы начинаем с первого определения, которое интуитивно абсолютно странное, которое интуитивно какое-то идиотское, которое ничему не соответствует. Да, это оценочные понятия, прошу прощения. Оно идиотское, сейчас обосную, почему. Я уже обосновал. Оно идиотское по тем причинам, которые я уже обосновал. То есть, такое впечатление, что вот это вот начало прагматизма, оно в каком-то смысле безумно. Оно безумно. И нитша, например, и нитша, который за жизнь, за вот все такое одушевляющее, воодушевляющее такое, классное, невероятное. Это прекрасный наш нитша. Он-то как раз и не делает подобного хода. И в этом плане, мне кажется, нитша больше, чем прагматизм. Правильнее, чем прагматизм. По крайней мере, он не делает этот большой первый прыжок веры в области переопределения понятия истины. Просто потому, что совершенно это не имело никакой необходимости. Просто сказать, а давайте никакой истины нету, давайте ориентироваться на практику. Все. Если бы прагматизм звучал приблизительно так, я был бы абсолютно счастлив. Все, истины нету. Мы верим, что истины нету. Закончили, да? Но мы ориентируемся на практику и разные теории рассматриваем чисто в инструментальном смысле вне контекста истины. Все, истины нема, есть зато практика. Замечательно. Другой вопрос. Следующий и уже бьющий в самое сердце прагматизма. И, в принципе, Джеймс эту проблему не проблему, но он ее внедрял, эту проблему сделал фичей, так скажем. Он сделал ее частью прагматизма. Это хороший ход, честно говоря, очень хороший ход. Но практичным мы считаем очень многое. Причем, если мы будем базироваться на мнении какого-то отдельно взятого человека, практичным для него, и почти всегда это практичное для кого-то. Нету ничего практичного для всего человечества. Там компьютеры не практичны для всего человечества, потому что есть какие-нибудь племена, какие-нибудь там, не знаю, любители анархопримитивизма, которые вот так вот в лесах бегают на своих лапках, такие вот так себя по груди бьют, там, не знаю, деревья рубят пальцами своими, понимаете, грызут бамбук, я не знаю, писывают в реку и так далее, им не нужен компьютер, им там микроволновки не нужны, машины им не нужны, как бы, понимаете. Зачем им это? Для них это антипрактично. То есть ввиду этого, опять же, что для одного человека практично, то для другого человека бесполезно. И, соответственно, каждый человек может подбирать себе любые теории, любые представления, любые представления истины. All goes по Фейерабанду. Все сойдет, все сгодится. И тогда в целом непонятно, а в чем в сущности суть прагматизма. Он оказывается буквально тривиальным, потому что сгодится все. Можно сказать, давайте так, ну, философия, это то, чем занимаются философы, да, классика. То есть прагматики пытались дать такое определение философии еще через прагматизм. Но если мы подойдем так и возьмемся через Джеймса и посмотрим на вот эту вот абстрактность категории практики, на ее неоднозначность, на то, что, ну, конечно, каждый отдельный человек, он как бы для себя понимает, что такое практика. Ну, мы также, если проявим некое понимание к разным людям, мы поймем, что разные люди под практикой понимают довольно разные вещи. Для кого-то практика это духовная практика, сидеть, медитировать. Для кого-то... О, Господи, нехорошо получилось. Тихо, стой. Так вот, для кого-то практика это уже не духовная практика, да, для кого-то практика это техническая практика, для кого-то практика это только медицина, а техника ему не нужна, допустим. А кому-то и медицина не нужна, простите. Кому-то нужны какие-то другие вещи. То есть, там, не знаю, душевное спокойствие, молитва, тоже как духовная практика, да, может здесь подойти. А какие технологии в таком случае, да, какие технологии? Да никакие. То есть, и в этом плане прагматизм, на мой взгляд, оказывается в довольно серьезной ловушке, которую он и сам для себя в каком-то смысле вырвал, да, потому что, если мы будем заходить с подхода Джеймса, все практично, все, 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 all goes, короче, все сойдет. Вот, это буквально фейерабант, только вот вообще тотальный практический анархизм можно создать. Абсолютный тотальный практический анархизм, и тогда непонятно, а зачем нужен прагматизм, если он, ну, он просто, он тотально тривиален, он тотально тривиален, получается, да. С другой стороны, если мы пойдем по какому-нибудь более узкому пути и начнем определять практику более как-то основательно, да, то нам придется предлагать какие-то более серьезные аргументы для того, чтобы доказать человеку, который считает, что вот полюсу бегать практично голым, например, а лекарства употреблять непрактично, нам придется очень много ему аргументировать, и мы, скорее всего, не добьемся результата. И то, что он считает практичным, практичным для нас не будет, а то, что мы считаем практичным, не будет практичным для него. То есть, будет конфликт, как бы разделение, и плюрализм будет становиться меньше, меньше и меньше и меньше, что для того же Джемса было бы, наверное, важно, да, сохранить некую релятивистичность, плюралистичность, что-то вот такое. Вот. Как скептик абсолютный, как скептик абсолютный, я бы сказал так. Для того, чтобы прагматикам стать скептиками, им достаточно просто избавиться от догма практичности и от догма опыта, и просто переформулировать, переформатировать некоторые определения и не стремиться к истинному определению истины, так скажем. Вот. И, в принципе, уже как будто бы и скептицизм получится, да, и можно воздерживаться от суждений, и плюралистичить по-разному, и много чего еще делать, и опираться на феномены, что самое главное, да, скептики на феномены опираются, и уже принимать какие-то свои догматические решения внутри парадигмы скептицизма, а не прагматизма. Ну, потому что, опять же, мир плюралистичен, многогранен, и в том плане, что не сам мир многогранен, плюралистичен, а наш внутренний мир плюралистичен, многогранен, это мы чувствуем на феноменальном уровне. И с этим мы можем очень хорошо основательно работать, соответственно, и выбирать, а что нам полезно, бесполезно, что нам приятно, неприятно, следует ли потыкать приятному, неприятному, сейчас, не сейчас, может, сейчас я посоответствую своим приятным каким-то вещам, а потом не буду соответствовать, уйду в работу какую-то или еще что-то сделаю. Вариаций довольно много, на самом деле. Вот. То есть мне прагматизм, на самом деле, сам по себе не очень нравится. Несмотря на то, что... Давайте, а теперь позитивный вывод. Был негативный вывод критика, а теперь позитивный вывод. Несмотря на то, что вклад прагматизма очень большой. Очень большой. Очень большой. То есть прагматизм, по сути, обосновывает последующий инструментализм, который появляется уже у Дьюи, а потом переходит в философию науки. Прагматизм у Джеймса проявляет себя внутри психологии, что также дает ряд очень интересных подходов, и Джеймс становится не только великим философом своего времени, но и великим психологом своего времени. Дьюи, опираясь на прагматизм, разрабатывает отличную педагогическую, в общем-то, теорию, и он молодец, и он действительно передовой педагог, то есть, опять же, философия может им гордиться. То есть в каком-то смысле, причем даже в очень хорошем смысле, прагматизм оказывает большую пользу как в применении к разным дисциплинам, юридическим, психологическим, науко-философским там всяким дисциплинам, к чему угодно, да, ко много чему. Во-первых, он сам оказывается довольно полезным, а во-вторых, он позволяет формулировать нетривиальную критику, которая недоступна с точки зрения непрагматизма, ну и не скептицизма. Скептицизм просто может взять всю критику прагматизма, блин, скептики вообще могут взять любую критику, у них ограничений здесь нету. Можно взять критику в адрес прагматиков, можно взять критику самих прагматиков и ее использовать, скептик здесь вообще в принципе не ограничен. Скептик может взять все, что угодно, соответственно. Но прагматизм позволяет сформулировать довольно уникальную, интересную критику, такой формат, который многие другие учения себе позволить не могут. И в этом плане, да, опять же, прагматизм порождает большое количество дискуссий. И он конкурентно способен во всем этом. То есть мне не нравится сердце, ядро прагматизма, но не признать его влияние, силу, не признать его многие хорошие аргументы, особенно критические аргументы в адрес своих оппонентов, я не могу, соответственно. То есть одновременно с этим. Насколько бы сильно я не считал ядро прагматизма бредом, саму позитивную его функцию я признаю. То есть в истории философии он сыграл большую роль, он предельно важен, без него много чего бы не возникло, без него мы бы не видели очень большого количества вот этого всего цветка мнений. То есть как одно из возможных мнений, как одна из философских школ, прагматизм мне кажется замечательным, интересным, важным. Но он не является исчерпывающим, истинным. Это не значит, что мы должны забросить свои догмы и бежать все в прагматике, соответственно, потому что многие вещи в нем не прояснены, непонятны, неоднозначны, не точны и так далее, так далее, так далее, так далее. Короче, есть догмы, и в них можно сомневаться, понятное дело. Догмы очень особого характера, прагматические догмы будем их называть, которые мы разбирали на протяжении всего, всей этой лекции. Это прагматические догмы. Прагматические догмы отличаются от догм онтологических, метафизических, религиозных, объективистско-сиентистских, вот таких вот. То есть в этом плане, в этом плане, он, прагматизм, порождает очень много интересных явлений, которые невозможно не уважать, которые невозможно не уважать, конечно. Что еще можно здесь заметить? Что еще можно здесь заметить? Ну, я не знаю, я, наверное, не буду тянуть, я и так постарался. Блин, лекция про прагматизму была длиннее, чем лекция по экзистенциализму в тексте. Но про экзистенциалистов я смог в центре, прямо про Сартер, про Хайдегера особенно, очень много вам рассказать. А про прагматиков у меня в основном только критика в конце. Только критика в конце, а в остальном, ну, как-то более спокойно, потому что, ну, про прагматиков мне сложнее рассказывать, типа я читал их меньше, чем Хайдегера того же. Вот. Ну, адиус, друзья. Большое спасибо за контент, за донаты. Большое спасибо за заказ лекции. Виталий, снимаю перед вами невидимую шляпу. Спасибо вам большое за поддержку нашего канала, за лекции, за материалы. Я думаю, не только я вам благодарен, но и зрители вам благодарны. Более того, это все, во все ваши лекции, в том числе, закрывают некоторые мои гештальты, что, безусловно, полезно. Просто потому, что, да, у меня была недосдача по прагматикам. Очевидно, прагматизм у меня не был затронут в моих лекциях, лекционных материалах. Я о нем, ну, практически позабыл. Вообще, философию 20 века в лекционных материалах охватить действительно довольно сложно. Конца 19 и 20 века, и 21 тем более, охватить довольно сложно, потому что диапазон материалов огромен. Хороших обзорных лекций, которые могли бы все это хорошо преподнести, немного. Много лекций, более частных таких, которые уже копают глубоко в какие-то конкретные темы. Поэтому большое спасибо. Действительно закрываем гештальты. Действительно закрываем гештальты. Дополняем курс лекционный. И в конечном итоге, может быть, когда-нибудь у нас получится образцовый курс по философии. Полностью образцовый. То есть он и так нормальный. А так получится вообще образцовый, где не будет упущено ровным счетом. Ну как? Ну ладно, что-то будет упущено. Ну ничего из основного не будет упущено, так скажем. Ничего из основного мы не упустим. Я искренне на это надеюсь. Друзья, подписывайтесь на канал, пожалуйста. Ставьте лайки, делайте репосты. И, конечно же, подписывайтесь на Бусти. Потому что на Бусти у меня мой личный курс по доксологии. 500 рублей подписка на Бусти. Всего-то. Всего-то, да? Всего-то месячная подписка. Каждый месяц вам нужно будет всего-то платить 500 рублей. Какие-то жалкие 500 рублей. Это буквально чашечка чая. В Кремле. Так вот, соответственно, у вас есть возможность подписаться и смотреть мой курс по доксологии. Он уже больше 4 часов, и я постепенно его дополняю. После этого курса пойдет курс по философской комбинаторике. После курса по философской комбинаторике пойдет курс по духовным практикам о сменоге бесконечности. Потом пойдут другие курсы по тем книгам, которые я уже написал или буду писать еще впереди. То есть, эти курсы, там я не только читаю свои книжки напрямую, но переосмысляю эти книжки, дообосновываю некоторые вещи, соглашаюсь или не соглашаюсь со своими старыми тезисами. То есть, подписывайтесь на Бусти, подписывайтесь на курс по доксологии, читайте, смотрите, изучайте. Это очень, на мой взгляд, полезно и интересно. Лучше узнаете о том, что я думаю о мире, о моей доксологии, о том, чем я занимаюсь всю свою жизнь. Да, не только скептицизмом, антисиентизмом, сыт и цел и так далее, и так далее, и так далее. Узнаете больше про мою герменевтику, узнаете больше о том, а почему именно абсолютный скептицизм выбирается за основание, как он помогает преодолеть предпонимание. Вот так вот. Дамы и господа, еще раз спасибо вам большое. В конце была реклама моего контента. Все, заканчиваю. Я очень сильно устал. Четыре часа лекции, это очень серьезно. Это очень серьезно.